Тем более наша секция декоративно-прикладного искусства, она достаточно разнообразная и интересная, но таких художников у нас, конечно, не было. Мне довольно приятно, что выставка такая, прям, как будто она здесь и была. Настолько органично заполнена наш зал, причем, выставка такая непроходная, прошел по периметру или вышел. Около каждой работы хочется остановиться, глядеться и понять, как это сделано. Причем многие работы не просто символичные, а в них какая-то такая глубокая мысль. Причем материал не очень для нас привычный, необычный. Кожа, метод. Этот материал достаточно сложный. И настолько вот, настолько тонко, даже не то, что учитывая, что сам материал, а колористический, подобрать и все это собрать в одну работу. Такое очень тонкое, живописное шитье. Мне, к сожалению, не дает вас быть знакомым. Но я знаю, что те художники, которые приезжают к нам с севера, они везут с собой какую-то свою красоту, свое мироощущение, свое какое-то внутреннее понимание. И видно, что эти работы, они делались не для того, чтобы продемонстрировать мастерство или на потребу каких-то покупателей. Тем более, что сам материал и все, что из него делается, вот я имею ввиду кожу, да, как правило, это в каких-то салонах очень какие-то такие слащавые работы рассчитанные как раз на не очень высокий уровень культуры потребителей. А эти работы, они просто каким-то своим внутренним наполнением, они, в первую очередь, конечно, удивляют. Я бы хотел попросить сказать несколько слов Ивана Николаевича Крукова, наш председатель секции декоративно-прикладного спорта. Я надеюсь, что за время выставки, конечно, все придут и посмотрим. Прямо ощущение такой теплоты. Не покидало ощущение того, что все эти работы уже давно-давно удержалось. Знаешь их и ощущаешь теплоту, рук автора и ту любовь, с которой это все сделано. Ну и надо сказать, что, может быть, от того, что работа сделана с таким директором, с такой любовью, собственно говоря, экспозиция получилась достаточно лет. Ну, за исключением того, что один человек висел под потолком, а потом бегал, и все, больше ничего. Остальное, вот, я думаю, даже слов никаких не требует, только вот по каждой работе можно ходить и вникать, и смотреть, и даже трогать хочется. И так, материал северный, здесь прямо, то есть, бегленький, а бегленький, и так, не получится, если это что-то происходит. То есть, с другого места, куда-то приехать. То есть, такая деловая, и такая же, и радостная. По характеру ученики, аккуратно, на работу смотрите, и даже технически, непонятно как, то ли это печатка, шипографка, то ли рука, вот, да, обращаясь, снимаем, где-то тут графика, есть, оказывается, многослойная графика, когда-то состоит из детских наложений, что-то там салат, вот, и тогда, и тогда. Но если Людмила и работал, вот, будет, да. И вот, если кто здесь, жена Людмила, которая по жизни, они вместе находились, вот, она решила привести его творение. Да и женя, в принципе, вот, и с нами летает. Входится с нами, у вас, как я, Gloria, я его знал хорошо по школе, он еще когда-то улетел в школу, учился у нас потом в училище, поступило в училище, училище, училище учился, И потихоньку пришел в такой материал. Тем более север. Север там людей всегда согревает тепло, кудры, кожу. Также свойственная веранга с ревдругой. Ревдруга это кожа, которая открывает чул. Ревдруга называется. Она там, видите, может обращать внимание, она вся побитая. То есть там от кожи заводится, ну, знаете, полуты и так далее. Ну, и на сценарий существовал комбинат по узелке кожи, потому он в определенное время, в 90-е годы, рассыпался. И там узелки кожи занимались, и, видимо, Евгения спадрировала к этому работу. Ну, полный стал, даже не нашел этот стиль. Да, и сейчас смотришь, что столько живописности, такая декоративная искусство. А тут ты даже, вот смотришь, из танковиста видит в каких-то вещах столько москов. Вот тут дело, смотрите, это москов сколько? Сколько работ за искусство? 64. Вот он у него же не забывал, везде 64 работы. И здесь, вот они вошли, вот, одна в одну, смотрите, одна в одну, и не лишнего не казалось, и не хватило. Спасибо большое вам за то, что вы сказали в Евгению, раскрыли ее полный талант и образы него. Он тоже рад, что все люди, да и сегодня как раз делаются в Кибриле, тоже. Он, ну, ну, я поздоровался. Спасибо. 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 Это как раз он был посвящен декоративно-прикладному искусству. И, конечно, в его, какого многообразия, я думаю, было бы здорово, чтобы было странички и с такими работами. Есть, есть, может, там есть, есть, он не просто, но и есть. Но сегодня же он, наверное, такая генетистическая возможность. Одно дело, все-таки, иллюстрация, и совсем другое дело, и душевая работа. Татьяна Михайловна, пожалуйста. Спасибо. Ну, я только пришла на второго берега, вопросом, просто опоздала уже. Извините, и очень жарею об этом, потому что надо было инициативу посмотреть на начало. Потому что вот сразу заходишь, и вот ощущение такого сдержанного, красивого цвета. Очень красивого и очень сдержанного. Причем от начала до конца вот это ощущение как бы не покидает. Все очень, я бы сказала, вот эта красота, красота такой целесообразности. Все правильно, все равномерно, и при этом очень художественно. То есть это не пересчитанные там какие-то кусочки кожи. А это настолько красиво, настолько художественно, что я с удовольствием, вот сейчас пройдет вот эта акция, начать с удовольствием, потому что у меня ощущение, что есть здесь кто смотри. Я вот в этом армии, там есть несколько слов, а другие немало. У меня много совсем, потому что вот есть. Но если бы я это все видел, я бы все это иначе написала, и больше, и иначе. Потому что вот то, что я здесь вижу, мне очень нравится. Это очень красиво, очень как-то интеллигентно. И от художника идет. То есть чувствуешь это от художника. Я бы никогда не знала, но вот ощущение, что чувствуется. То есть мне очень нравится выставка. Спасибо тому, кто приветствует эту выставку. Спасибо за интересное настроение. Это было очень, очень много людей. Но мы со своей стороны сделали все, чтобы как можно больше студентов нашего института посетило эту замечательную, прекрасную, теплую выставку. Много хороших слов было сказано на художнике. Ну, действительно, это не просто, как вот бывает, художник-прикладник, да. Это художник-философ. Это очень тонко-чувсичный человек. Одни названия чего стоят. Вот коллегия солнечных дней, и уже начинаешь думать, насколько мало этих солнечных дней на севере. То есть как-то вступаешь в диалог с каждой работой. Получается, ты подходишь к работе и настолько считываешь. Спасибо вам огромное за эту скрещу. Мы сохранили за то, что это все живет, за то, что у нас есть возможность действительно прикоснуться к такой красоте. Не всегда после ухода художника работы сохраняются в таком нормальном состоянии. Не всегда уходники умеют как-то правильно их распорядиться. Не всегда наши музеи успевают при жизни приобрести работу для того, чтобы они действительно стали музейными ходами. Но вот совет художников такую возможность дает. Мы стараемся не забывать и те, кто ныне здравствует, и те, кто уже ушел из жизни. И я считаю, что это вообще как бы долг нашей организации показывать все самое красивое, самое прекрасное. И такая выставка для нас, это, конечно, огромный подарок. Большое вам спасибо. Ну, я думаю, что в институте наше замечательное училище обязательно придет. Я очень признаюсь, что позвоню сюда в Союз, потому что мы же не очень хотели выставить, за счет Жильяна Вильски, но как бы художник, присутствующий здесь, они знают как раз, что как бы честь большая выставить в Дома Совета художника, и как бы стремился этим. И мы, конечно, стремились. И он работал, и думал об этом, при том, при всем, что не дадут мне солгать присутствующие здесь ребята в Делье, что не всегда художники живут так жирно. У них нет возможности вывести, выехать. То есть они живут своим проповедливым трудом. Вызнаются после первой цеха, да, уже. Очень жарко. Я очень признательна. Томас Лехович был, вам, Елене Евгеньевне, которая помогала, Осадчикову, Виктору. Разводналась, и фамилия собрались. А Балерий? Как? Да, Балерийский. Он тоже очень много помогал. Поэтому, ну, а мы с Женечкой очень благодарны, что пришли. Если какие-то вопросы будут по выставке, обращайтесь, я скажу. Потому что каждый раз, я не знаю, как оно создавалось, что там в голове у Женечки было. Самое странное, я вам расскажу, чтобы как-то немножко взбодриться и успокоиться. Вот собирала я мастерскую. У меня сейчас 8 строков, которые он привез. Потому что я у мужчины была с одного года раньше, когда моя мама проезжала, а девочки еще дорабатывали на селе. И вот он приехал в декабре. Привез все, 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 все картины. Мы с ним заставили их в горах. В гараже яму вот такой. Заставили. Он заставил, села Павлова, Крым, значит, все и говорит. Мы на следующий лет, мы их лет вытащим. И определим, куда их заставить. 180, работа-то немало. Ну, а в апреле вот так получилось, что Женя ушел. И некогда было. Потом, летом, как-то я открыла юрму, а она белая вся грызнет. Все ящила. Ну, короче, я ее вытащила, все развернула. И то сушила там. Я знаю, что температурно лежит, он как-то зарезал, все это все реставрировать, сметать, все. Почему? Она у меня ожила. И вот, когда я собирала эту выставку, вот конкретно эту, спросила ребят, вот сколько дала им было. Ну, работа 60. Упаковала все. Думаю, нет, я еще перепроверю. Вроде как не 64 работы. Ну, может, вы посчитаете, что я ненормальная. Вот всегда где-то что-то случилось. Может, потому что я одна. Я всегда говорю, жене, хватит дурачиться. Давай подсказывай, где что. Вы знаете, через какое-то время иду. Вот здесь это есть. Все. И так же и здесь. 63 работы. Нет, надо 64. Вот откуда что? Ну, у меня в голове 64. Я открываю ящик и все ящики проверила. Считаю, да, 64 работы. А у меня в списке 63. То есть вот. Так что мы с ним вместе. Мы очень благодарны вам, что вы пришли на эту выставку. Чтобы оценили его образ. Это был эстет. Это был отец. Это был прекрасный дом. Поэтому он с нами всегда. Я так думаю. И я буду продолжать. У меня планы большие. Я хочу в Санкт-Петербург, в Новосибирске, туда я сюда еще говорю. И хочу еще создать помощь. Но вот если здоровья мне хватит, я все это сделаю. Спасибо вам большое. Я очень рада. И потом неважно, сколько человек. Главное, что вот вы пришли и почувствовали его тепло и в его присутствии. Для меня это главное. Большое вам спасибо. Спасибо, что вас на верху вели. Спасибо. Это коллекция короток от Шевелия. Спасибо. 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 Спасибо.